Приветствую вас! Давайте для начала я обращу ваше внимание на то, что я увидел у вас в тексте. Покажу вам это, то, что я увидел у вас в тексте. А потом я проанализирую ваш текст и дам общие комментарии. Значит, с точки зрения психологии, тот факт, что у вас не складывается уже второй брак. То есть это второй брак. Первый у вас также распался. Вот сейчас распадается второй. Говорит об определенной модели поведения. То есть либо вы выбираете себе соответствующих мужчин в партнеры, либо ведете себя сами каким-то определенным способом, в определенном направлении вы себя ведете. Что приводит по итогу к тому, что возникают такие ситуации, когда у вас начинаются проблемы. На первый взгляд, на первый взгляд, действительно, мужчина вам не поверил, точнее, не доверился вам. Мужчина не рассказал вам правду. Вот. Но лично меня больше интересует другой вопрос. А почему он вам не доверился? Почему он не рассказал вам правду? Почему он предпочел скрывать? Значит, между вами не было доверия. Значит, вы не произвели на него впечатление человека, которому можно доверять и которому можно рассказывать подобные вещи. То есть, понимаете, может быть, может быть, это просто случайность, что второй ваш брак распадается. Может быть, вы делаете все правильно, может быть, вы делаете все верно, но просто так получилось. Но поведение людей всегда чем-то обусловлено. И поскольку в вашем поведении есть ряд аспектов, которые вызывают вопросы, и я эти аспекты разберу сейчас, я все же склонен думать, что дело может быть именно в родительском сценарии, в том, как вы ведете себя с мужчинами. Вот. Поэтому обратите, пожалуйста, на это самое пристальное внимание. То есть, сравните, из-за чего распался ваш первый брак, что привело к его распаду. Вот. Не обязательно это та же проблема, но, скорее всего, это тоже ваше поведение и тоже ваши отношения. Вот. Ну, например, например, просто как вариант, стремление к близости. Стремление к близости без границ. То есть, желание слиться с партнером своим. Вот. Желание, как бы быть с ним в буквальном практически смысле слова, единым целым. Вот. И в этом случае, конечно, будут возникать проблемы, потому что люди не могут быть единым целым полностью без всякой границ. А вот у вас, судя по всему, с личными границами есть проблемы. И если вы в прошлых отношениях вели себя примерно так же, то есть, вы хотели какого-то полного доверия и полной открытости, но при этом у вас есть четкое понимание того, как это все должно быть, но какие-то другие аспекты вы отрицаете, то здесь, конечно, могут быть сложности. Но это, еще раз, это одно из предположений. Дело в том, что только вот по вашему тексту нельзя сделать однозначный вывод относительно того, есть ли у вас родительский сценарий здесь или нет. То есть, это вам нужно проанализировать. Вот. Вам необходимо проанализировать то, что было в вашей родительской семье между родителями и то, что происходит сейчас между вами, вашим первым и вторым мужем. Вот. Есть ли сходство здесь? И не перебивайтесь с выводами, да? То есть, лучше, если вы эти выводы оставите в компетенции психолога, они сами будут разбираться. Вот. Это первое. Теперь. Познакомились с мужем? Пишите вы. Мне 30, мне 33 года. Два с половиной года назад. На сайте знакомств. Все очень быстро закрутилось и через год поженились. Через полгода забеременела. Ну вот, Ольга. Понимаете, да? Этот момент вызывает вопрос, да? То есть, почему на сайте знакомств вы познакомились со своим мужем? Вот. Почему на сайте знакомств вы это сделали? Что значит все быстро закрутилось? Что все быстро закрутилось, это значит, что вы этого хотели? Вы хотели, чтобы все быстро закрутилось правильно? То есть, это же от вас зависит, насколько быстро все будет крутиться, верно? Вот. А тут вы говорите так, как будто это к вам вообще отношения никакого не имеет. Вот. Если все очень быстро закрутилось, значит, скорее всего, вы не дали себе достаточно времени своего будущего мужа узнать. То есть, вы не провели вместе достаточное количество времени, да? Вот. Чтобы понять, какой он человек, чтобы узнать его получше, чтобы узнать, что у него за жизнь была до вас, именно до вас. И так далее. То есть, грубо говоря, грубо говоря, вот то, что интересует меня, да? Это то, почему, почему у вас все быстро закрутилось. То есть, как правило, быстро крутится тогда, когда человек чего-то очень сильно хочет, прямо очень сильно хочет. Ну, например, в данном случае вы хотели, допустим, влюбиться, например. Или вы хотели, допустим, иметь мужчину. Или вы хотели, допустим, выйти замуж или что-то еще. Вот. Обычно это происходит в этих случаях. Меня интересует, почему у вас все так быстро закрутилось. Какие были субъективные припосылки для этого, да? Вот. Через год поженились? Ну, опять же, да, опять же, опять же. Год, ну, может быть, да. Может быть, год это для вас нормально для того, чтобы узнать человека. Но вообще, 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 год это все-таки, ну, все-таки достаточно быстро. Если вы вот познакомились на сайте знакомств, да? То есть, вас что-то не объединяло. Изначально вы друг друга не знали и познакомились вы на сайте знакомств, то есть, на специализированном сайте, на специализированной площадке, где люди, собственно, куда люди приходят для того, чтобы знакомиться, как раз таки, чтобы строить отношения. Вот. Это уже означает, что в реальной жизни вы познакомиться как-то либо не могли, либо не хотели, либо боялись, то есть, у вас были какие-то проблемы. И эти проблемы вы пытались решить на сайте знакомств. Понимаете? Эти проблемы, что интересно, они с вами остались. Они никуда не делятся. Вот. То есть, все-таки, год в данном случае, это, ну, достаточно быстро. То есть, за год у нас человека, особенно если у вас все быстро закрутилось, ну, наверное, нельзя. То есть, это происходит как? Эээ, сперва страсть, да, влюбленность, потом, соответственно, быт. Все. То есть, сперва страсть, влюбленность, потом, если все хорошо, совместный быт. А что человек из себя представляет, как он ведет себя в определенных ситуациях, этого вы не знаете. Потому что негде было себя проявить. Вы спешили. И вот вопрос заключается в том, почему, Ольга, вы спешили. Дальше. Дальше. Эээ, так. Значит, через полгода забеременела, родила, и тут появляется женщина, которая представляет как подругу семьи педиатра и говорит, что у нее будем делать привыкки. Ну. Непонятно, правда, подруга семьи, чьей семьи подруга. Вот. Ну, в принципе, в целом, пока все нормально, да. Вот. То есть, я прочистал весь ваш текст, я просто иду, как бы, по повествованию, чтобы вам было понятно. Говорит, что мы у нее будем делать привыкки. Когда я ее увидел первый раз, в этот день мы сможем сильно поругались, и она знала об этом. Вот, Ольга, вы, вы так спокойно, так обиденно пишете о том, что вы поругались своим мужем из-за женщин, который вы видели в первый раз. Вы так обиденно пишете о том, что вы сильно с ним поругались. Вы пишете об этом так, как будто так быть и должно. Я открою вам небольшой секрет. Это не нормально. А если сама ссора по себе, если сама ссора по себе, это еще, в общем-то, неплохо. Ну, то есть, ссориться, в принципе, нужно, да, иногда. В этом нет ничего криминального. Вот. То, понимаете, то, что вы не раскрываете свою ответственность, то, что вы не раскрываете свою ответственность за то, что началось ссором, это очень серьезно. То есть, смотрите, вы, вместо того, чтобы сказать, меня по какой-то причине появление этой женщины так задело, что я начала ругаться с мужем, вы говорите, что мы с ним сильно поругались. То есть, здесь вы снимаете в себя ответственность. Здесь вы отказываетесь эту ответственность, ну, как бы, на себя брать, к сожалению. Это большая, на мой взгляд, проблема. Потому что нежелание брать ответственность на себя в отношениях, нежелание отвечать за свои действия, нежелание признавать свои чувства и свои проблемы, проблема может привести только к разногласию и отдалению. Допустим, 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 эта женщина уже тогда, как бы, ну, допустим, допустим, что это, что вы бы точно знали наверняка, что эта женщина является там, бывшей, бывшей, да, для вашего мужа, допустим. То есть, вы ему не поверили, как бы, да, представьте себе, что он вам сразу, допустим, признался или сказал, что это моя бывшая, там, и так далее, и так далее, да, вот, навстречу. А вы ругаетесь, да, вы ругаетесь. А, ссора, любая ссора, да, что сделает? Любая ссора подтолкнет вашего мужа, так или иначе, к этой женщине. Понимаете? То есть, вот она появилась, вот вы поссорились, и он увидел, что с ней-то лучше, она не ссорится, в отличие от вас. Понимаете? Какая история. Это проблематично. Опять же, для вас проблем, это проблематично, опять же, для вас. Только ссора. То есть, вы, устроив скандал мужу после этой первой встречи, кстати, из-за чего, почему, что вас задело, да, вы об этом ничего не пишете, а это важно. Это дало бы ключ к пониманию того, что с вами происходит, и по какой причине вы оказались в этой ситуации. Что это было? Ревность, там, не знаю, страх одиночества, страх потерять мужчину, мужчину. Нежелание принимать реальность другую, другую, нежели той, нежели ту, которую вы себе сами выстроили и нарисовали. Да? То есть, что здесь было? Почему, почему мы с мужем сильно поругались? Что для вас значит, что эта женщина знала об этом? Как она знала, во-первых? Как она вообще узнала? Дальше. Я думала, что женщина сейчас будет его защищать. С какой стати? Почему? Ольга. Почему она будет его защищать? Почему вы считали так? Откуда у вас это появилось? Дальше. Она начала говорить, что ты не думаешь, он тебя использует, ты вот такая замечательная, а он неудачник. Давайте я буду к вам иногда приезжать домой. Ну, вы знаете, опять же, здесь, вот в самой-то ее фразе ничего такого нет, кроме только, ну, кроме только последнего, да, давайте я буду к вам иногда приезжать домой, вот кроме этой фразы. А так, в принципе, ничего в этой фразе нет такого, что можно было бы интерпретировать как-то негативно. То есть, действительно, она может так считать, опять же, подруга семьи, это не подруга какого-то конкретного человека, да, то есть, если вы мой друг, это не значит, что вы друг семьи. Если вы мой друг, вы поддерживаете меня, если вы друг семьи, вы поддерживаете семью. Жив семья, это нечто большее. Быть другом семьи, это не значит быть другом для всех. То есть, тут вот этот момент нужно учитывать, обязательно. Дальше. Я сидел и ее слушал, у меня был шок, так как я о музе так вообще не думал. Ну, опять же, да, здесь вот шоковое состояние, да, это состояние некой такой безответственности, Ольга. Для нас в том смысле, что шок очень удобный, шок это очень удобно. А вы в шоке, и вы можете, в принципе, ничего не делать. То есть, вы можете не отвечать, вы можете не принимать никаких решений по, ну, вот, по вопросам. Да, вы можете оставить все как есть, ну, потому что вы в шоке. То есть, это все очень удобно. И у меня, опять же, возникает вопрос. Я мог бы понять, если вы были в шоке, если бы вы были в шоке, после, например, одиннадцати, там, пятнадцать лет, да, на взаимодействие с этой женщиной, вот, и она всегда хорошо отзывалась о вашем муже, о вас, но вдруг она такие вещи заявляет. Это действительно может удивить. Но, поскольку знаете вы ее всего ничего, судя по тексту, то откуда же шок? Почему это вас так удивило? Дальше. Когда я вышла, долго-долго думала, о чем вы думали, Ольга? И вечером все рассказала муже и спрашиваю, кто эта женщина? Опять же, здесь какое-то подозрение у вас, да? То есть, фактически ничего плохого не произошло. Фактически ничего страшного пока не случилось. Откуда у вас подозрение? Почему вы начинаете подозревать? Что вы чувствуете? Понимаете, понимаете ли вы, что здесь вы вступаете в родительскую позицию уже по отношению к мужу? То есть, вы говорите, кто эта женщина? Рассказывай мне, говори ей, кто это. Вот ведете себя с ним, как с ребенком. Понимаете? Ребенок, то есть, в данном случае ваш муж, начинает использовать привычные модели поведения со своими родителями. Когда человек чувствует, что все к нему относятся как к ребенку, когда человек чувствует, что его воспринимают как ребенка, он начинает вести себя так, как он вел себя со своими родителями. Вот и все. И когда он говорил вам, ну вот точно говорил, это была его позиция ребенка по отношению к вам, потому что вы вели себя как родитель в данной истории, в данной ситуации. Вы вели себя как родитель, ну если использовать терминологию треугольника Гартмана, то вы вели себя как преследователь, потому что вы уже тогда почувствовали себя жертвой. А возможно, вы не выходили из состояния жертвы. Даже когда, ну, создавали семью с этим мужчиной. Не знаю. Вот. Дальше. Да, при трюкове Карпена можете почитать в интернете, он там есть. Так, значит, он говорит, подруга из семьи, я написал его сестре, она все подтвердила. То есть, знаете, да, уже не доверие. Уже не доверие. То есть, как бы уже, вот вы не доверяете своему мужу. Ольга, вы считаете это нормально, что вот у вас такая подозрительная, что у вас, как бы, ну, что у вас такая вот проверка здесь постоянно. Знаете, вот интересный факт. Так, с точки зрения психологии, человек, который подозревает, который подозревает, он как действует? Он принимает решения какие-то, он пытается эти решения, как бы, наложить на реальный мир. И из-за того, что реальный мир решением, которые принял человек, поддаваться не хочет, из-за этого у человека возникает подозрение. Что-то не так, а вот что-то не работает, а вот что-то, 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 что-то. Понимаете? Вы почему-то думали, что у мужчины, а, не может быть бывшей женщины, и не может быть обиженной женщины, и, б, вы почему-то решили, что мужчина сразу, тем более, если вы говорите с ним в таком тоне, если вы ругаетесь с ним, да, ну вот, сразу должен вам рассказать об этом. Ведь очевидно же, что расскажи он вам об этом, и вы отреагировали бы очень негативно. Вот в этом и заключается аспект. Вы принимаете решения, игнорируя, игнорируя элементы реального мира, игнорируя факты. Не собирая факты. Понимаете? А в норме, в норме человек, в норме человек, как бы так сказать, в норме человек сперва анализирует факты и только потом, только потом принимает на основе фактов решения. У вас не так. Отсюда подозрительно. Это с одной стороны, да? С другой стороны, предположим же, что вы действительно чувствовали уже тогда, что эта женщина, да, она не случайная, что она там имеет какое-то значение, у нее есть какой-то вес, вот. Какое-то, значит, ну, что-то она значит для вашего мужа. Ну и что? Ну и что? Ваш муж все равно с вами. Ваш муж все равно с вами. Ваш муж, он выбрал вас. Какая разница, но появляется женщина. Ну и что? Понимаете, что это ваша неуверенность в себе опять? Понимаете, что вы не надеетесь на себя. Вы не доверяете своему мужу. Это правда, вы ему не доверяете? Дальше. Так, я ему говорю. Ты понимаешь, что она ведет себя как обиженная женщина. Опять же, она это как бы типа обвинение. Он ей говорит, что все выдумывает. Глаза ей говорит, верь мне. И это правда. Это правда. Это правда. Он вас в этом смысле не обманул. То есть, в смысле того, что, да, он не сказал правды, но у него с ней ничего не было. Я поверил и сказал, что без корыста волшебаться. А вот это, вот это, это было неверно. Потому что, верить человеку, верить человеку, это не значит думать, что вы не правы. Знаете, вы пишете в таком контексте, что он сказал, ты все выдумываешь, и дальше сказал, верь мне. То есть, верить ему, это не означает, что вы все выдумываете. Вы же это восприняли так. Вы это восприняли так. Как будто вы не выдумываете. Как будто этой женщины нет. Понимаете? Как будто ее не существует. Все таки. А ведь, это разные вещи. Вы поверили в то, во что хотели поверить. Хотя я уверен, мужчина, говоря, верь вам, верь мне, точнее, имел в виду совсем другое. Но даже если он говорил, верь мне, в контексте того, что ты все выдумываешь, даже если, то и здесь тоже, исходя из того, что вы написали дальше, он вас не обманывал. Просто вы восприняли его слова, верь мне, так как хотели, опять же. То есть, вы опять же, факты попытались подтянуть к вашему решению, а не наоборот. Ибо ваша интуиция, если она что-то говорит, она, скорее всего, верно говорит. Но только что это меняет? Ничего. Вот в том-то и дело, что это, если ваша интуиция права, и в данном случае это так и есть, да, это не меняет ничего в ваших отношениях. Абсолютно ничего. Эта история мне не нравилась, и недели назад я с ней приехал за прививкой. А чем мне нравилась эта история? А вечером я залезла в телефон и увидела эту женщину с любовной смс, что она его хочет, любит, забыть не может и так далее. А с какой стати, Ольга, вы залезаете в чужой телефон? Ну, то есть, телефон вашего мужа, но все равно это его телефон. Почему? С какой стати? У меня рухнул мир, пишите вы. Вот видите, да? Мир, ваш мир, это мир ваших желаний, которые вы пытаетесь как-то скорректировать с реальными фактами. Это не так работает. Это не так работает. То есть, здесь в некоторой степени, в некоторой степени вы ребенок. Да? То есть, вы не выстраиваете отношения с мужчинами по типу взрослый-взрослый, равноправный. Вы либо ребенок в отношениях, либо родители. Родители, в данном случае, вы используете для того, чтобы защитить свой мир, который вы сами себе выстроили, и не очень-то важно, адекватный это мир или нет. То есть, опять же, да? У меня рухнул мир. То есть, это ваши ожидания, это ваши чувства. Я не говорю, что муж поступил правильно. Я не говорю, что он святой. Я не говорю, что он несет ответственности за то, что сделал. Он несет. Но он несет свою, а вы свою. Вы же свою ответственность нести не хотите. Муж несет, вы нет. Понимаете, какая история. Я сказал вам мужу, он все равно все отрицал, потому что признать это означает вызвать у вас реакцию. Я выгнал его из дома и сказал, пока они в случае правды общаться не будут. Ну, во-первых, зачем вам правда? Во-вторых, понимаете, что это условность, да? То есть, это условность. Условности в отношениях. Вот. И здесь уже можно говорить о наличии или отсутствии любви у вас к нему. То есть, нет. Понимаете, если бы вы рассказали мужу, что, дорогой, я узнала правду, я знаю, что ты общался с... Ну, что у тебя что-то было с этой женщиной, ты меня обманул. Вот. Это значит, что ты мне не доверяешь. Вот. Давай поговорим с тобой о том, почему ты мне не доверяешь. Если бы он сказал, что ничего, все нормально, я тебе доверяю, вы бы могли сказать, что, дорогой, извини, я не могу, не хочу жить в атмосфере недоверия, давай мы пока побудем отдельно. Это было бы адекватно. Но или поживем отдельно, или просто, соответственно, ну, поживем вместе, да? Но просто общаться не будем. То есть, ведем общение к минимуму, потому что, извини, как бы, я не хочу таких, я не хочу так. Вот. Это было бы адекватно. Но не так, как вы поступаете, выгоняя его из дома, из дома и ставя какие-то ультиматумы. То есть, ультиматумы это уже манипуляция. Ультиматумы это уже манипуляция. А правда, как это ни парадоксально, она вам ничего не дает. Правда, это принципиальность, а принципиальность ничего не дает, кроме стереотипности и узости в мышлении. Понимаете? Вот. Через шизни он сказал, все признал. Она и спросила, что он с ней не общался до рождения ребенка. Ну так, она хороший врач, он решил попросить ее помощи с ребенком, и она начала ему обсуждать. Он говорит, что повара не давал. Ну и все. Стоило это того, чтобы это выяснять. Стоило это того, чтобы ссориться, чтобы так себя вести, чтобы выгонять человека из дома. Правда? Вы считаете, это того стоит? Сейчас у меня состояние сбитого летчика, в этой ситуации меня больше убивает вранье. Опять же, смотрите. Состояние сбитого летчика, да? Это значит, что вы сами на своих крыльях не летите. Это я вот использую ваш аналог. На своих крыльях вы не летите, на себя вы не опираетесь. Ваш мир это другие люди. Понимаете? Так что вы сбитый летчик, потому что вы летели на чужом самолете, не на своем. И тот факт, что вас сбили, тот факт, что вас сбили, это следствие, с одной стороны, вашей безответственности по отношению к себе, к себе самому. То есть я себе самому не забуду. Вы себя не защищаете. И с другой стороны, с другой стороны, это ожидание других людей. Вот. В этой ситуации меня больше всего убивает вранье. Я понимаю, что вам неприятно вранье. Никому, никому не приятно. Но первый вопрос, который возникает у психологически зрелого человека, когда я ему вру, это вопрос, вопрос, почему ты врешь? Почему ты врешь? То есть если человек врет, значит он чего-то стыдится. Это А. Б. Если человек врет, значит он не доверяет вам. То есть вы не вызываете у человека желание рассказать все как есть. Почему? Первый момент, момент А. Ой, изменить не можете. Это проблема человека и, как бы, опять же, эта проблема либо проявляется, да, либо нет. Эта проблема либо есть, либо ее нет. Если мужчина врет, и врет, и врет постоянно, а вранье, как правило, не может быть, ну, оно не может быть в чем-то одном. Оно либо есть, да, либо ее нет. Потому что вранье возникает, когда человек что-то не принимает в себе, чего-то стыдится. И это что-то, чего человек стыдится, оно рано или поздно проявляется, ну, в нескольких моментах. Вот. Поскольку мужчина врет только в одном, пока что только в этом, то это означает с большей достойной вероятности, что все дело в вас. Он не мог вам это рассказать. Почему? И вопрос должен звучать именно так. Почему ты мне не поверил? Чего ты боялся? Расскажи мне. Но вы это не спрашивайте. Вы об этом не говорите. Почему? Потому что в вас захлестывают ваши чувства. Обида, злость, ревность, страх. Чтобы вести адекватный диалог, нужно сперва разобраться с этими чувствами и понять, откуда они, и скорректировать свое отношение к реальности, и освободиться от страхов, может быть, раскрыть свои желания, которые вы сейчас ставите исключительно в зависимости от других людей. И тогда вы сможете, тогда вы сможете вести себя адекватно. Когда я с самого начала все поняла, передо мной разыгрывали цирк. Опять же, да, опять же, это родительская позиция. Это родительская позиция. Родительская эгоцентричная позиция. Вы поняли, да. Но и цирк перед вами никто не разыгрывал. Потому что фактически, фактически, все было справа. У мужчины действительно с ней ничего нет. Возможно, он подозревал, что вы относитесь негативно к его прошлым вещам. Ведь вы сейчас сразу поругались. Да? Никто не хотел, чтобы вы это знали. Не хотел, чтобы вы так, ну, чтобы вы переживали, чтобы вы об этом вспоминали, и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? То есть, обратите в первую очередь внимание на себя. Почему я так отреагировал на это? Дальше. У нас было много разговоров. Я дал. О чем? Вот. Много разговоров, да. О чем? Какие это были разговоры? Я уверен, что вы его обвиняли. Я уверен, что вы предъявили мне претензии. То есть, вы опять же были родителем. Либо вы были родителем, либо вы были ребенком. Вы думаете, это укрепляет отношения? Нет. Я дала второй шанс. Дала шанс не ради себя, ради ребенка. У меня есть ребенок, который брак, и я не боюсь остаться одной. Я, если честно, не думаю так, что вы не боитесь остаться одной. Но, тем не менее, пусть будет так. То, что вы дали шанс не ради себя, ради ребенка, извините меня, это ложь. Потому что ребенку не будет хорошо, если его родители не ладят друг с другом. Ребенок чувствует отношения между родителями. И если между вами все не очень хорошо, то это ребенку еще больше вредит. Так что здесь вы себе лжете и себя обманываете. Может быть, здесь гордость. Может быть, здесь что-то еще. Не знаю, но это ложь. То, что вы дали шанс не ради себя, а ради ребенка. Это ложь. Честно, сказала, что верить не могу, очень больно. Вот именно поэтому. Вот именно поэтому мне мама не говорила. Именно поэтому. Если бы мама сказала, вы бы начали его подозревать, вы бы начали его ревновать, вы бы начали проверять телефоны, следить за ним и т.д. А эта женщина, вы бы не смогли с ней общаться. Вы бы не смогли с ней взаимодействовать. А она все равно бы писала вашему мужу. И что было тогда. Понимаете? Вот этого мужчина и опасался. Любите, мне очень больно. А почему больно? Понимаете? Одно дело, если... Одно дело, если... Допустим, вот вы увидели, да, что... Ну, увидели, узнали, что у вашего любимого, да, там, ну, вот такая история произошла. Вы ему говорите, дорогой, почему ты мне не сказал? Да? Он говорит, ну вот, типа, подумал, что ты не поймешь, там, все дела. Вы ему задаете вопрос, дорогой, а вот почему ты думаешь, что я бы не поняла? То, что я, по-твоему, слабая, я, по-твоему, прозрительная или что? Нет, ну просто, что ты решил за меня. Вот, ну, ты решил за меня, что я чего-то не пойму. Вот, получается, да? Дорогой, мне это не нравится, а? А я не хочу, чтобы ты решил за меня, да? Вот, поэтому верить тебе я больше не могу. Вот, я не могу верить так, что где гарантия, что ты опять чего-то за меня не решишь, не решишь, да? Вот, это одно. А когда вам больно, это означает, что вас задело. Неудивительно, что вас задело, потому что вы тут строите свою реальность, исходя из своих желаний, исходя из своих представлений, игнорируя при этом факты. Вот. При этом интерпретируя то, что вам говорят другие люди так, как хочется вам, а не так, как это есть на самом деле. Поэтому вам больно. Это ожидание. Завычное ожидание, которое потом разбивается и продолжается в обиде. Вот. Живо вместе, а внутри все тянет. Что значит тянет? Ну, что это значит? Он говорит, со временем все нормализуется. Что мне делать, как это пережить? Это не надо переживать, Ольга. Это не надо переживать. Это нужно именно раскрывать. Причины вашей боли, источник, источник вашей боли нужно раскрывать. То есть нужно, чтобы вы увидели, почему вам больно и взяли на себя ответственно за эту боль. Только так вы сможете это пережить. Просто заглушить боль, убедить себя в том, что это не стоит того или наоборот выйти из отношений. Это вам ничего не даст. Поймите это, понял? Абсолютно. Это, этого, ничего не даст. Здесь только нужно вот разбираться с вашими чувствами. Вот. Вот. Почему? И так далее. Корректировать ваше мышление, ваше отношение к тем или иным ситуациям, к отношениям вообще, к семье вообще, к себе, к себе. Что очень, очень важно. Вот. И так далее. Только так. Только так это можно пережить. Возможно, имеет смысл обратиться вам вместе с мужем, да, на консультацию к психологу. Вдвоем проконсультироваться, чтобы еще раз проговорить эти аспекты. Вот. И там уже будут выявлены как проблемы ваши, так и проблемы вашего мужа. И работать можно будет как с вами, так и с вашим мужем. Да? Ну, опять же, если у вас обоих есть желание работать над отношениями. Вот. Поймите, поймите, женщина здесь ни при чем. Поймите, может быть, сколько угодно женщин у вашего мужа, сколько угодно мужчин у вас. Но если вы друг друга любите, если вы хотите сделать друг друга счастливыми, то неважно есть эти женщины или нет. Понимаете? Есть такое понятие, как защита. И каждый человек защищает другого по-своему, как он умеет. Иногда, 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 даже через ложь. Это, в принципе, не всегда хорошо, но часто используется. Вот. И это, опять же, факты. Это не ваш мир. Да? Это не ваш мир, который вы хотите, может быть, увидеть. Это реальная жизнь. Знаете? Это реальность. Вот у меня есть сомнения, да, что в силу тех моментов, которые я описал, вы не готовы принимать реальный мир. Вот. Вы не готовы принимать реальные факты. Даже, к сожалению. Понимаете? Ну. Вот так. Я думаю, так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Сейчас вам нужно сконцентрироваться на себе. Вот. Выписать все, что причиняет вам боль. Высказать это своему мужу. Без обвинений. Просто сказать, что мне больно, что ты меня обманул, например, потому что. Или я считаю, что ты меня обманул, потому что я чувствую, чувствую теперь вот то-то, 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 потому что. И так далее. Выскажите это. И вместе подумайте, что можно сделать, чтобы именно вашу боль убрать. Потому что боль, это свидетельство того, что вам нужно в себе что-то менять. Понимаете? Не в музе, а в себе. Вы говорите, что вы не сможете жить в отношениях, в которых нет души. Достаточно расплывчатая, очень глобальная формулировка, я бы сказал. В том смысле, в том смысле, что, что значит нет души. Что значит нет души? А если я вам скажу, например, что души вообще нет. То есть, ну, что такое душа в отношениях? Опять же, душу как-то понимаете вы. Допустим. Ну, то есть, понятия души. Понятия души как-то понимаете вы. Допустим. Это так. Но, помимо вас, есть еще и мужчина, который также понимает это по-своему. Предположим, что вы ему, своему мужчине говорите, что, ты знаешь, а я не смогу жить в отношениях, в которых нет души. Подразумеваю, что нет полного доверия. Но полного доверия, стопроцентного доверия не бывает. Потому что у людей всегда есть что-то, что принадлежит только им. И это нормально. Но мужчина понимает, о чем, например, вы говорите. Понимает, ну, понимает, что вы имеете в виду, короче говоря. Вот. И он, он понимает, что вы действительно не сможете с ним быть, если не будет души в отношениях. Вот. Он действительно это понимает. И поэтому он всеми силами пытается защитить вас и себя от всего, что может угрожать потере этой самой души в семье. Ну, в отношениях. Вот. Но в жизни, в жизни душа не может пропасть после каких-то событий. В жизни душа между отношениями в отношениях не может исчезнуть после того, как кто-то там, например, соврал. Потому что душа – это любовь, это желание сделать другого человека счастливым. Это принятие другого человека таким, как он есть, и, как бы, благодарность человеку. Благодарность человеку за то, что он такой, как он есть. Понимаете? Вот что такое душа в отношениях. А недоверие, недоверие, не такая история, что после одной лжи мир другого человека ручится. Ведь вы взрослый человек, у вас свой мир. А он взрослый человек, у него свой мир. Поэтому подумайте, пожалуйста, что вы понимаете под душой. Подумайте, пожалуйста. Не идеализируете ли вы душу в отношениях? В отношениях. И, опять же, откуда у вас это представление взялось? То есть, откуда оно? Не взялось ли оно из родительских отношений, которые… Эм… Ну… Скажем так… Эм… Просто посмотрите в интернете «Интроекция». Интроекция. Посмотрите просто в интернете эту историю. «Интроекция». Я думаю, пока этого будет достаточно. Кхм-кхм. Вот. Вот. Так. Я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. То есть, посмотрите в интернете это именно в… Именно в контексте… Именно в контексте… Ага. Вот души. Так. То есть, само понятие души ни в коем случае… Эээ… Не подвергайте сомнению. Оно есть это понятие, вы на него ориентируетесь. Супер. В этом нет ничего плохого. Вот. Но… Я хочу… Я хочу… Чтобы вы его… Эээ… Аээ… 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 Ну, адекватно воспринимали. Чтобы вы его адекватно реализовывали. Вот чего я хочу. Понимаете? Чтобы вы его реализовывали реалистично. Вот. И… Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их… в личку. Я буду рад вам помочь. Аээ… Если… Вам понравился мой ответ. Аээ… Буду благодарен. Если… Сделаете его лучше. Аээ… Я желаю вам всего… Самого доброго. И удачи. Новый год 3 2 3 3 1 1